Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынковых компаний Тикмил и сам я, Артур и Диатур. По США имеем на сегодняшний день поступление очередной порции негативных данных. Число безработных в США продолжает расти, следует из последних данных по заявкам на автособие. По безработице этот показатель учитывает людей, граждан, которые лишились работы и подали заявку на получение пособия. Данный показатель вырос на 3,8 миллиона человек на прошлой неделе, общее число безработных. Таким образом составило более 30 миллионов человек. Такого показателя, такого значения Соединенные Штаты Америки достигли всего за буквально пару месяцев. С середины марта число безработных резко выросло и сейчас составляет более 30 миллионов человек. Учитывая, что треть работоспособного населения в США, это люди от 16 до 65 лет, треть этой категории граждан является экономически неактивной в США. Из этого следует, что заработную плату, по сути, будет в США получать лишь половину работоспособного населения. Это огромный удар по главному компоненту ВВП США, потребительским расходом. Актуальный показатель превысил прогноз в 3,5 миллиона человек, именно безработных, кто подал заявку на получение пособия. Уже в который раз показатель превосходит прогнозы, но вот можно видеть, что на графике тренд на снижение в заявках на пособия безработицы, это говорит о некотором ослаблении негативного тренда в увольнениях, но как бы не мудрено, что это происходит, так как в первую очередь пострадали ритейл, гостиничный бизнес, сектор услуг, и затем уже безработицы добираются до более устойчивых отраслей экономики. Но вместе с этим нарастает неспособность фирм именно в этих отраслях быстро восстановить найм в случае подъема, то есть именно их найм является менее гибким по сравнению с тем же ритейлом, потому что, собственно, разница в квалификации между этими индустриями, и, собственно, если безработица затягивается, если мы видим именно продолжительный тренд, хоть он и будет, хоть и тренд на снижение, но если он будет существовать, то это рискует, такая ситуация рискует нанести именно перманентный удар по экономике. Кроме того, тема снятия санитарных ограничений и размораживания экономик, сейчас вся информация поступающая, все слухи по этой теме поступающие, используются рынком для того, чтобы делать ставку на рост прежде всего, но эта тема, как оказалось, не способна создать достаточно сильный бейч-импульс, импульс с положительным знаком на рынке. Это следует из того, что некоторые штаты, которые ослабили карантин в США, ослабили ограничительные меры, такие штаты, как Джорджия, Тейнесси, Южная Каролина, Флорида, они ослабили ограничения, но, как показывает практика, потребители в данных штатах не торопятся увеличивать покупательскую активность, делать офлайн покупки, в общем, восстанавливать свой потребительский профиль до нормального уровня, но, собственно, из-за того, что есть еще некоторые страхи, того, что можно заразиться, да, вирус, во-первых, во-вторых, есть ожидание того, что экономика может продолжить, может продолжиться спад в экономику, поэтому следует начать сберегать, увеличить, сократить потребление и больше начать сберегать. Соответственно, у фирм, как показал пример этих штатов, возник тренд на менее быстрое восстановление найма, темпов найма, то есть компании не спешат нанимать работников, несмотря на то, что правительство этих штатов, власти приняли решение ослабить ограничения. Также снятие карантина, оно никак не отменяет необходимость социального дистанцирования, и уже китайский опыт, китайская история показала, что это является огромным барьером для сферы услуг, даже если ослабляет карантин, если сохраняются нормы необходимости социального дистанцирования, сфера услуг, восстановление сферы услуг будет задерживаться. Если допустить, что это социальное дистанцирование будет таким перманентным или долгосрочным сдвигом, некоторым отраслям, как я уже сказал, прежде всего в сфере услуг грозят долгосрочные, даже необратимые отрицательные перемены, в том числе в виде повышенных, в виде ужесточения норм, взаимодействия с потребителями, и в виде того, что все-таки люди, научившись, получив опыт, что какую-то часть их потребления можно заместить тем, что они делают дома, эта перемена, собственно, означает утрату, возникновение постоянной утраты потребительского спроса именно в сфере услуг. И, соответственно, сейчас, если дольше восстановление, если у нас появляются такие ожидания, меньше, соответственно, поводов надеяться на дальнейший рост фондового рынка, который, возможно, хоть еще немного отражает реальную экономику, хотя появились уже сомнения в этом. Индекс ICM, производственный индекс ICM, также появился у нас на прошлой неделе этот индекс, который отражает производственную активность в США, снизился он до 41,5 пунктов, показатель в 50 пунктов разделяет, собственно, зону спада, зону снижения и зону роста. Но, тем не менее, этот широкий показатель нас немного обманывает, как оказалось, так как из компонентов данного показателя, из которых рассчитывается данный показатель, резко выросло время доставки, выросло до 76,5 пунктов, в то время как остальные компоненты индекса упали. Увеличение времени доставки этого компонента – это позитивный сигнал, но только когда экономика растет, это указывает на то, что компании не успевают обработать наплыв заказов. Сейчас же рост времени доставки этого компонента говорит о разрушенных цепочках поставок. Падение остальных компонентов данного индекса – это новые заказы, объемы производства, занятость. Их падение превысило падение, наблюдавшееся на пике предыдущего кризиса. Собственно, компонент производства, как показали данные, упал на новый исторический минимум. По золоту, картина следующая. Вышел отчет от World Gold Council, это агентство, которое делает квартальные отчеты, в котором оно оценивает факторы спроса и предложения. Отчет агентства показал, что спрос на золото вырос незначительно во первом квартале 2020 года, вырос на 1% до 1 с лишним тонны благодаря покупкам взаимных фондов и центральных банков, которые заместили утраченный спрос со стороны других секторов, других категорий потребителей. Центральные банки увеличили спрос до 145 тонн против 108 тонн в предыдущем квартале, то есть четвертом квартале 2019 года. Одним из факторов давления на цену во втором квартале, по мнению агентства, является сокращение покупок со стороны центральных банков, в том числе России, сокращение покупок местного золота. Что касается взаимных фондов, то они зафиксировали приток капитала на 298 тонн золота против всего лишь 25 тонн во четвертом квартале 2019 года. Этот значительный приток, естественно, мотивирован конкретными причинами, и этих причин две, это рост неопределенности и ожидание ускорения инфляции, то есть рост инфляционных ожиданий. И вот существовала теория того, что все-таки действия центральных банков, фискальные стимулирования должны все-таки, несмотря на падение потребительского спроса, в итоге привести к росту инфляции. И, собственно, сейчас в данных мы получаем подтверждение того, что на рынке действительно есть ожидание того, что инфляционные ожидания, прежде всего, в США, увеличатся, и от этого придется защищаться в твердой валюте, то есть в золоте. На данном графике можно видеть, как изменились основные факторы спроса, изменились по сравнению с первым партом 2019 года, это у нас с первых партом 2020 года. Видно, что спрос на драгоценные украшения резко упал, упал на 39% из-за роста цен и падения, собственно, потребительского спроса, и, прежде всего, потребительский спрос упал на товары, роскоши. Спрос на украшения со стороны двух основных потребителей, Китая и Индии, сократился на 65,41% по сравнению с прошлым годом, с тем же периодом в прошлом году. Соответственно, также упал спрос на слитки и монеты, упал на 6%, также по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Можно видеть, как увеличились покупки взаимных фондов по сравнению с первым партом 2019 года. Резко выросли покупки взаимных фондов золота, то есть приток капитала произошел. Именно два основных фактора, как можно видеть, роста спроса на золото, это как раз покупки со стороны центральных банков и со стороны взаимных фондов. На стороне предложения агентство отметило замедление добычи на 3% в годовом выражении, в первом квартале, что стало, естественно, положительным фактором для цены. Снижение добычи произошло из-за санитарных ограничений. Во втором квартале, естественно, действие этого фактора будет иссякать, когда компании, занимающиеся добычей, захотят нарастить, скорее всего, добычу, чтобы воспользоваться высокими ценами, что как раз-таки будет оказывать нисходящее давление на цены, и это нужно учитывать. В целом, по расчетам агентства на глобальном рынке был дефицит золота во первом квартале 2020 года. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в своем среде.